Друзья, если вы не знали, у меня есть второй канал по Бравл Старсу, и сейчас, можно сказать, решается судьба этого канала. Есть ли смысл дальше снимать Бравл Старс? Я уже загрузил туда новый ролик, который вы сейчас не видите. Он есть по ссылке в описании. С вас обязательно лайк, но если вам понравится контент, то обязательно подписывайтесь. Попробуем набить 6000 подписчиков на этом канале. Всем здорова, друзья! С вами Тима, и это долгожданная рубрика Крах. Кто не в теме, это продолжение рубрики Ящер-Тащер. Смысл этой рубрики заключается в том, что я с фуловой десятой ратуши зарашил на двенадцатую. Ну а для чего я это сделал, можете посмотреть в прошлых роликах. Самое интересное то, что у меня свободен только один строитель, а показывает, что два. Ну и на сегодняшний день у меня на этом аккаунте изменений довольно много. Самое первое, это то, что мастерская у меня третий уровень, и доступны все осадные машины. До третьего уровня я качал за книжицу. Ну и наконец-то же я закончу лагеря. Они качаются очень долго. А я напомню, надо качать лагеря и на один от старатуши, и на двенадцатой. Поэтому мне пришлось по два раза апать каждый лагерь. И скоро у меня будет уже 280 мест. И тем более, сегодня я закьюзаю целую кучу зелий строителей. И возможно, все-таки лагеря у меня наконец-то доапаются. Также, хранилище Дарка я апнул. И после этого всего начну качать хранилище обычных ресурсов. Ну, не качать, а докачивать. У меня уже все 12-го левла, и есть уже 13-го. И с казарм. Остается докачать темные казармы, две, до ледяного голема, который мне по сути не нужен. И также две казармы до электродракона. Поэтому до электродракона я буду ставить первым. Так как электриками я все же играю, и уже апнул их на третий уровень. Ну, и сами понимаете, когда я все это докачаю. Кстати, ратушу до пятого уровня я после всех этих строений буду апать тоже. Ну, а потом уже начну потихоньку восстанавливать деф. Герои у меня тоже уже неплохо проапаны. Два раз королеву апну, и считай, она будет уровня ТХ 11 фулл. Кинга тоже как-нибудь загнижится под нему. Но хранитель, к сожалению, у меня будет только 12-го уровня. И связано это с тем, что шло ЛВК, и немножко приостановилась прокачка героев. Давайте я вам покажу также лабораторию. Правда, я не помню, где она находится на этой базе. Просто до этого стояла другая. Все, я нашел. Просто уже база такая обширная, нифига не можешь ориентироваться, где что находится. Сейчас у меня стоят ведьмы до 4-го левла. Связано это с тем, что, скорее всего, за молот я их апну. Так как они дорогие, ну и за молот это будет правильное решение апнуть их до 5-го уровня. Ну, а так, что я апнул? Я на стримасе апнул электриков. Блин, я даже не помню, что я апнул. Ну, в целом у меня изменений не так много. Потому что, сами знаете, лаборатория апается долго. Как правило, лаборатория апается за книжицы, за молоты. Вот после этого, да, изменения заметные. Ну, а если своим ходом апать там по 10 дней, по 8, по 12 и прочее, то изменения тут сильно заметны не будут. Но все же, вышибал, кстати, я тоже. А нет, я их не трогал. В общем, не суть. Давайте, в общем, зайдем в магазин лиги и прикупим один молот для лаборатории. Это молот сражений. Ну, а все остальное мы сольем, конечно же, на зелье строителей. Я сегодня заюзаю только 10, потому что больше мне просто не нужно. Я все равно не успею так много фармить, поэтому заюзаем мы только 10. Но до этого мы сделаем вот так вот. Потом вот так. А, стоп, стоп, стоп. Что-то, блин, чуть элик не потратил. Капец, конечно. И, кстати, смотрите, у меня 7 миллионов 7777 элика. А ну-ка, опа! Блин, нет. Все-таки не получилось. Я думал, сейчас будет 7 семерочек. Ладно, не суть. Так, мы немножко подслили ресурсов, потому что мне нужно как-то фармить. И сейчас мы поставим на прокачку королеву. Ну, а теперь мы юзаем зелье строителей. 5 штучек. Потом я еще пойду докуплю. То есть, в общей сложности сегодня я заюзаю 10. А уже потом... Ну, посмотрим по обстоятельствам. Возможно, завтра заюзаю. Просто сразу же нафармить столько ресурсов нереально. Хотя мне хватает на все, так как я еще даже руны не тратил. Я вам показывал. Нет. Но все руны, что были в золотом пропуске, я еще не слил. Они у меня до сих пор присутствуют. Как только вкачаю я хранилища, так сразу я их и заюзаю. Так, дальше юзаем с вами зелье строителей. И, в принципе, все. Теперь у нас ускорение на 10 часов. Я думаю, мне этого хватит. Тем более, строитель освободится через день. Это примерно 2,5 часа под бустами зелья в строителей. Кстати, что касаемо событий. Геварлук это, конечно, все хорошо. 75 гемчиков. Также заклинания. Но давайте поговорим по поводу ЛВК и игр кланов. ЛВК начнется через 18 дней. А игр кланов через 8. То есть, 22 мая. Если так посчитать, 22 мая они начнутся. Плюс 7 дней они идут. И как раз таки через 3 дня потом начнется уже новая ЛВК. Но это приблизительные даты. И эта информация есть на сайте у разработчика. И если так задуматься, это опять таки целая куча волшебных предметов. Блин, что бы мы делали без этих волшебных предметов? Они очень сильно помогают в прокачке аккаунта. Это жестко. Но события я не просто так показал. Конечно же, будем играть Геварлуком. Правда, только с Кингом. Ну и бустить казармы я сегодня не буду, так как бессмысленно. Я лучше сегодня забущу казармы на стримасе, который пройдет в 7 часов по МСК. Поэтому залетайте. Да, у меня, конечно, гиганты не 9 левел. И лучницы с варварами тоже не фуловые. Но какая разница? Мы же будем фармить заброшек. Поэтому как-то пофигу. В час пик, конечно, не очень хороший фармец, но все же я его нашел. Как раз таки тут ресурсы все в сборщиках, поэтому мы все заберем. Да, конечно, можно модернизировать микс и бить не заброшенные базы, но зачем? Я нахожусь на таких кубках, где довольно много заброшек даже в это время. Так что лучше искать заброшенки и, в принципе, фармить с них. И все, и проблем никаких не будет. Кстати, молнии взяты не просто так. Их нужно юзать редко. Там, где, допустим, сборщики Дарка находятся в центре базы. И туда ты понимаешь, что ты не дойдешь луками и варварами. Там ты юзаешь эти молнии. Сейчас я, наверное, их юзать не буду. Я не знаю, правда, я набью процент или нет. Но постараюсь набить процент, чтобы взять и звезду, и ресурсы. Так что все хочется удрать с этой базы. Так что постараемся забрать с нее все, что я запланировал. Так, ладно, варваров раскидали. Давайте позади немножко лучниц накинем. Ну и я думаю, с этой части вполне хватит. Гигант у меня один остался. Пока не знаю. Наверное, снизу... Да, давайте снизу набьем, наверное, процент. Так как больше просто негде. Я тут прожму кинга. Набиваем процентик. Возможно, я варваров много скидываю. Ну ладно, что есть, то есть. Прожатие кинга нам довольно сильно помогло. И уже практически мы набили одну звездочку. Сейчас мы чутка еще поднабьем процентика. И будет вообще отлично. Я надеюсь, кинг с этим справится, чтобы он набил один процентик всего. Правда, варвары не туда побежали. Но ладно, кинг у нас довольно сильный. Поэтому хранилище он все-таки завалил. И мы можем завершать... Так, бой, потому что забрали ресурсы мы с вами всем. Кстати, микс стоит вообще дешево. Просто капец как дешево. С учетом того, что я заклинания не заюзал. Это всего 48 тысяч при прокачке. Всего седьмой левел. Да уж. Скидка, конечно, годная. Сейчас очень быстро нашел соперника. Не знаю, сколько потратил золото. Но это все копейки по сравнению с тем, сколько я нашел. И опять же, я сейчас все заберу ресурсы, которые тут есть. Конечно же, тут накидываем гигантов. Так как тут башня-бомбежка, которая будет легко бить варваров. И гиганты нам в этом будут помогать, чтобы они танковали урон от башни-бомбежки. Блин, это все с учетом того, что я на атаку трачу копейки. Реально, очень мало трачу в атаке. Блин, надо было тут наоборот варваров накидывать, так как тут королева лучниц была. Ну ладно, не суть. Как бы у меня все есть. Поэтому можем накидывать вообще все, что видим, все, что есть. Все скидываем. Где сборщики? И будем забирать все, что тут осталось у этого чела. А вернее, все, что есть. Да. Так, где-то еще... А, вот эликсир все нашел. Я смотрю, что-то эликсир мы пока не весь сфармили. Оказалось, тут есть еще сборщик. Ладно. Мы отсюда все заберем. Тут раскидаем лучниц как-то так. Ну, процент мы точно должны набить. Хотя в этой атаке у нас нету кинга. Это, конечно же, может повлиять на атаку. Но мы уже набили неплохой процент. И у нас есть еще войска. Так что все еще впереди. Эх, там, конечно, башня мага будет мешаться. Но постараться набить, я думаю, можно. Или нельзя. Или можно. Или не знаю. Так, ладно. Давайте хотя бы золотишко, что ли, все заберем. Если это получится. Надо было сначала варваров, наверное, накинуть. Блин. Косячник, косячник, конечно, я. Так, накидываем тогда варваров. Ох, блин, а что у нас с лучницей-то не туда идут? Так, ладно, тогда вот так сделаем. Все. То мы забили. Тут мы тоже можем процентика подбить. Блин, а получается, что все-таки процент я не набью, что ли? Обидно. А что у меня там в КК? Так, ну-ка. А, пустой. Так, в целом, я кубки поднял, поэтому неважно, солью я сейчас или нет. Хоть как я потом, если что, могу где-нибудь да затащить. Ну, реально, кубки сейчас мне не очень важны. Так как я нахожусь на оптимальных кубках для фарма, поэтому я скидал все войска, что остались. И мы зафармили с вами капец как много. Вот, скорее всего, это та база, где пригодятся молнии. Но еще посмотрим. Сейчас начнем атаку, наверное, с нижней части, а потом уже по обстоятельству, если что, где-нибудь да накидаем. Так, ладно, тут накидаем лучницы, я думаю, этого хватит. Поболее так, обильненько, штук 30 накидаем. Ну, 25, ладно, не суть. Так, с этой части тоже гиганты у нас пойдут, так как тут есть бомбежка. Ну, и с верхней части, конечно, есть бомбежка, но я там закину кинга. Поэтому тут мы обойдемся только лучницами и тоже гигантами. Так, дарк мы тоже отсюда вас заберем. С нижней части делаем вот так. И после уже накидываем с этой части целую кучу варваров, также с верхней части. И пока выжидаем какого-нибудь чуда. Ну, на этой базе, я думаю, мы уже процентик так подобьем, наверное. Так, ладно, заберем. Лучниц, кстати, оставляем поболее. Так как сверху есть заборчик дарка, чтобы молнию не тратить, я лучше туда заюзаю. Итого, что у нас остается забрать? Вот, остается вот отсюда ресурсы забрать, также снизу. Ну, ладно, если что, мы там молнию накинем, а эликсир я лучше заберу, наверное. Да, эликсир нам по-любому нужно забирать как-то. Плюс еще кинг сюда подбежал. В какао у меня шахтеры есть, кстати. Можно еще и шахтеров кинуть. Но, скорее всего, машин я юзать не буду, так как это бессмысленно. Ну да, давайте, короче, заюзаем шахтеров, так как мне нужно набить процентик. Трешечку взять. Ага, трешечку. Короче, хотя бы одну звезду взять нужно. Ну и добрать, конечно же, дарк, что мы сейчас и сделали. Отлично, две. Так, все. Так, я хотел две звезды сказать. Нет, два процента надо было взять. Но можно завершать, мы больше ресурсов с этой базы не заберем. Поэтому это все. Обалдеть просто. Как же ресурсы быстро копятся. И при этом, когда казармы не пустишь, все равно войска варятся быстро. Это, считай, уже четвертый микс варится. Все просто пушкой варится. Даже нет смысла бустить казармы и так нормально играть. Ну, а как вы видите, через 14 часов уже освободится строитель. И, скорее всего, я поставлю на прокачку, не знаю что. Надо будет подумать. Но на сегодня ролик будет заканчиваться. Спасибо, что его посмотрели. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok